Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем марафон видеопрезентации для кинофестиваля «Волшебный фонарь». И сейчас я расскажу вам о том, из чего состоять должна эта презентация, какие главные ее составляющие. Вот об этом сейчас пойдет речь. Юные и постарше, маленькие, детсадовские, школьники средних классов, студенты. Это видео предназначено для всех вас, кто будет рассказывать о себе на видео своей такой презентации. И вот немножко об этом. Как себя представлять, что это должно быть. Первое. Нужно рассказать о неком культурном объекте, который вам дорог, который для вас очень важен. И вы, самое главное, вы хотите познакомить с этим культурным объектом всю землю, весь мир, можно сказать. По крайней мере, всех, кто будет смотреть программу «Волшебного фонаря». Что такое культурный объект? Это не обязательно не только Дворцовая площадь в Петербурге, не только Красная площадь в Москве. Это может быть скромное дерево, растущее у вас недалеко от дома. Опять-таки, каким может быть ваш дом? Я предполагаю, что не только горожане будут участниками нашего фестиваля. Благодаря интернету, благодаря современной связи, жители совершенно любого региона и нашей страны, и не только нашей страны, могут участвовать в этом мероприятии, могут рассказать о себе и об этом культурном объекте. Поэтому это может быть дерево недалеко от дома. Это может быть какая-то горка интересная на краю леса. Этот лес тоже недалеко от вас. Жители села, жители то, что называется частного сектора, пожалуйста, не стесняйтесь рассказывать о дорогом для вас культурном объекте. Но культурный объект все-таки это не только горка, не только дерево, и не столько. Все-таки это, наверное, какой-то объект, построенный людьми. Ведь что такое культура? Это то, что является результатом деятельности человека, культурной деятельности человека. Если человек что-то разрушит, это уже не очень культурно. А если он что-то построит, что-то выстругает ножиком из дерева и будет красиво, вот это уже культурный объект. Поэтому, друзья, подумайте, каким будет ваш культурный объект, как его самое главное снять, в течение какого времени. Пожалуйста, будьте кратки, будьте лаконичны по возможности. Рассказывайте о своем культурном объекте до 30 секунд. 15 секунд, от 15 до 30 секунд. И снимайте его, пожалуйста, в формате 16 на 9. То есть, вот такой горизонтальный, так называемый, формат. Максимально четко, максимально в хорошем разрешении. Все технические вопросы, взрослые, если они будут рядом с вами, я имею в виду детсадовцев и младших школьников, они вам помогут разобраться с форматом. Но вот это важно. Значит, культурный объект вы подаете коротко, красиво, интересно, необычно. Может быть, с необычного ракурса. Ваш культурный объект может быть всем известен. Всем. Но вдруг вы найдете такую точку зрения на него, которая покажется необычной, актуальной, интересной. Вот это будет тоже новым. Это будет открытием для нас в том числе. Подумайте об этом и предложите нам. Второе. Это, собственно, вы сами. Ваш портрет или то, что мы теперь уже довольно давно называем селфи, когда вы снимаете сами себя, или кто-то вам помогает, может быть, но селфи тоже нужно снимать максимально в хорошем качестве, по возможности. Да, кстати говоря, и культурный объект, и себя снимайте, желательно с штатива или с упора какого-то. В общем, чтобы не очень дергалось изображение. Селфи. К селфи требования чуть менее, наверное, такие строгие, потому что тут вы как бы подаете собственный портрет, вы, может быть, человек импульсивный, и вашу импульсивность можно чуть-чуть подтвердить каким-то легким творческим подрагиванием камеры. Но мы любим четкость часто. Когда особенно видим что-то в первый раз, нам надо посмотреться, понять, с кем мы говорим, что за человек, какой он. Какой он красивый и интересный. Поэтому креативьте, друзья. Если у вас необычная прическа, необычный какой-то, может быть, украшение необычное, не стесняйтесь их показывать, особенно если это будет в тему, это будет как-то перекликаться с вашим культурным объектом и так далее. Но селфи снимаем вертикально, да, как вот на смартфоне. Мы снимаем, по сути, смартфонная фотография, смартфонная, видео это и есть. В общем, чаще всего делают селфи с него. Ну, там, с помощью палки, так называемой. Вот об этом, пожалуйста, не забывайте. Итак, еще раз повторяю. Культурный объект горизонтально 16 на 9, а вертикально себя. Вертикальный объект это вы сами. Это вы снимаете вертикально. И тоже где-то на себя любимого, любимую выделяйте, пожалуйста, где-то примерно от 15 до 30 секунд. Последовательность изложения, да, как, что, зачем нужно в вашем видео показать. Сначала вы представляете нам, ну, свою заставку, название своей студии. У вас есть студия, даже если она всего из одного человека состоит. У вас все равно должен быть какой-то, то, что называется, логотип студии, какой-то, может быть, рисунок или компьютерная графика, компьютерная графика какая-то. Это все зависит от вас. Первая студия. Вторая страна, из которой вы подаете заявку. Но, скорее всего, это будет Россия, но не только. Предполагаю, что это может быть и другая страна. Страна, регион, наша страна очень большая. Поэтому, прежде чем говорить, что, допустим, вы из Татарстана, укажите, что вы из Республики Татарстана. Вернее так, если вы из Казани, все-таки, на всякий случай, вдруг кто-то не знает, столица какой республики, Казань. Вы говорите, Татарстан. Это так. В общем, оттуда. И дальше. Может быть, это не Казань. Может быть, это деревня в Казанском регионе. Поэтому вы смело говорите, такой-то район, такая-то деревня. И так далее, и так далее. Но если это городок, или город, или мегаполис, то вы так и говорите. Я из Челябинска, я из Солгограда, и так далее. Ну, собственно, вот, наверное, и весь перечень. Ну, и представляетесь, конечно. Кто вы, как вас зовут, в каком вы классе, или в какой вы группе детского сада. Так и говорите. Я нахожусь... Нахожусь мне тут неподходящее слово. Я познаю мир в старшей группе детского сада, номер столько-то, и так далее, и так далее. Но будьте кратки, друзья. Не забывайте, что чем короче и более ёмко вы себе расскажете, тем это будет вам больший плюс, что называется. Потому что краткость, сестра таланта. И несмотря на то, что современное кино, видео располагает огромным количеством времени, зритель, ваш зрительчик, существо нетерпеливое. Ему хочется понять о вас всё быстро, сразу, и не терять время на то, когда кто-то долго говорит. Вот я уже чувствую, я тоже долго говорю, по-моему, я уже всё сказал. Поэтому, друзья, ждём ваши заявки, ваши селфи, ваши культурные объекты. Всё это объединяйте в это самое креативное видео. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!